Сегодня шикарный солнечный день, хоть минус 10 на улице, но это даже прикольно. В общем, хочу рассказать про эту сковородку, да, то есть сейчас я буду еженку в ней делать себе на завтрак, Рома по-другому завтракает, а Дима не дома. И вот мы, как следствие, вообще обычно с Ромой, ну у нас разный завтрак. Роме нравится одно, мне другое, то есть я, например, утром что-нибудь люблю такое, знаете, не сладкое поесть, а Рома, наоборот, любит очень сладкое по утрам есть. Ну вот так вот, хлопень очень люблю и так далее, Рома любит. В общем, вот эта ручка, нет, не греется. Представляете, то есть она греется вот досюда, а дальше по всему, ну по всей площади уже она не нагревается, просто тепленькая и все. Так что давайте, сковородка очень понравилась, она офигенская. Вчера еще от нее запах бумаги был, думаю, ну при нагревании, а то сегодня, я думаю, этого не будет. Мне интересно еще, какая яишенка сейчас замечательная получится. Ой, бокс у меня упал же, да, и первое время, ну упал, и у него отвалилась зажималка на нем. Но первое время еще хотя бы он, как бы, она приклеена была, ну и держалась. То есть сейчас уже все отвалилось, и бокса у меня тупо нет. Вот, не знаю, сколько он стоит, надо посмотреть. Ну а теперь нужен бокс, потому что без бокса я вам уже снимать не могу, как я буду снимать. То есть это сразу минус тренога там и так далее, и я не буду так камеру носить в руках, потому что это неудобно, особенно в холодное время годом. Такой быстрый нагрев у сковороды. Так, а, ну это я потому что высокий уровень температуры поставила, все верно. Я, к слову говоря, ну редко люблю глазунью, в основном мне нравится все-таки, когда, ну, желток разбит и по всей сковороде распространен, так скажем. Так, берем вот такая лопаточка, она очень удобная для яичницы, потому что она широкая. Вот, и вот так я все это разбиваю, и мне нравится. Я не люблю, знаете, хотя вот, кстати, вот яичница, это очень такой высокий показатель, потому что когда она хорошо, вот, например, на тефалевской сковородке, она делается, так знаете, очень хорошо, и прям легко отнимается. Вот, посмотри, как здесь будет с этим, очень интересно. Такая, наверное, все-таки может на 7 поставлю, а то раз, у меня было 8, потом я поставила сразу на 6. Ладно, в общем, вот так. Ну, вот она и готова, кстати, довольно быстро приготовилась, и, как видите, вот, она гулянзе, ой, ой, все, надо вынимать, в общем. Ну, хорошо, все прекрасно, просто, о, прелесть. Так, вот, выложила яичницу, птички за окном поют, прелесть, прикиньте, именно здесь птички поют, класс, красиво. И в этот раз, когда я готовила яичинку, ручка вообще не нагрелась, вот за такое короткое время она вообще не нагрелась, не нагрела. Даже тепленькая не стала, такая приятненькая, прохладненькая. Вот, подготовила уже тут себе кружку, сейчас буду, ну, я буду чай, наверное, чай. Купила вот такой вот классный хлеб даниловский, бездрожжевой, ржаный, пшеничный. Вкусный такой хлебушек, хороший прям, ммм. Вкусный хлебушек, очень вкусный. Вкусно. Чай сделала еще с молоком и с сахаром. Люблю именно тогда с сахаром. Солнце чудесное просто. Сейчас пойдем гулять с вами. Дайте вам лучик апельсинового добра. Ну, мандаринового. Вот, чтобы вы понимали, какая катастрофа произошла. Вот, видите, вот здесь. Сейчас она в другом просто месте, крышка, она отвалилась. Она закреплялась, соответственно, вот эту крышку, то есть все соединялось. Сейчас этого не происходит, и я говорю, что первые пару дней, по-моему, оно все-таки как-то еще держалось, потому что, ну, просто прилипший реально был. Ну, я даже надеялась, что может как-то и будет, но нет, конечно. Отлипло уже, видите, сегодня. Снимать так, конечно, невозможно. Потому что, ну, а как, она ничем не крепится, и все, она же вывалится. Или будет вот так барахтаться внутри. А если учесть, что у меня отсюда, да, торчит микрофон, то, соответственно, еще и микрофон испортит. Вот тут, смотрите, в чем суть. Я вам принесла вот эту крышку, которая сверху была, да, крепилась. Тут суть в том, что вот здесь все просто отломалось. Крепление, вот это видно. Так вот, так сказать, неожиданный поворот, естественно, как бы я на это не рассчитывала никак. Вот, сейчас пью вот омега-3,6,9 комплексное действие от Фоберлик. Мне очень нравится. Капсулы здесь такие. Я не знаю, я почему-то не снимаю фольгу. Хотя, вроде, может, ее и нужно снимать. Да, понятно, открыли уже. Но я почему-то все равно оставляю. Мне кажется, это более герметично. Эти капсулки с маслом полезные. Вот мы и на прогулке в минус 10. Солнце. Вы знаете, достаточно приятно. А еще, в целом, на улице классно. И, да, момент. По-моему, мы говорили вам, да, что вот эти вот, которые я в Купиви взяла, как они по трубе, да? Вот. Ну, как бы в них было холодновато. Но нет. В них, знаете, вот, то есть интересно, не холодно только тогда, когда на улице слякоть и, скажем, там, плюс один, минус один, не холодно, а минус четыре, минус десять и так далее, да? То есть, в них уже очень даже тепло и круто. Сейчас магазин зайдем в перекрестный. Это главная камера вот так вот не отбегает, чтобы она не вывалилась. Да, да, да. Снимать, ребят, неудобно. Резинкой вот так перетянем потом. Экшн. Экшн невозможен. Потому что... Хотя именно для этого камера... Приклик и не оторвалась. Ну, да, я сейчас рассказала. Всё, да. Переходим на дорогу. Дорога длинная и хорошая. Так, главное, камеру не потерять. Сейчас, знаете, зелёный загорелся. Он такой, пошли. Я такая, ну, пошли. Смотрю все такие. Пошли потом назад. Вернулись, хотя зелёный всё время горел. Потом опять пошли. Вернулись. Приколы. И въехали только в попу. Здесь, да? Сейчас тоже. Вот, да. Это вообще выворачивание. Кроме про машины. Какие-то говорят. Блин, реально камеру бы не потеряться. И вот ещё новый переход. Но тут фишечка в том, что видите, люди идут, хотят сейчас красные. Потому что здесь, ну, редко ездят машины. И есть возможность перейти. Здесь вообще от светофора смысла в этом месте нет. У нас нет. Есть как-то нет. Если что, здесь всё равно есть машина. Да, они ездят тут раз. В общем, идём вот в этот перекрёсток, он такой большой. Давно мы здесь не были, да? В общем, сейчас зайдём. А вот там детский мир построили. Видишь, там детский мир. Про какой второй этаж ты говорила? У меня тут только что десять и вторых. Какой второй этаж? Здесь один этаж. Было и есть. Всё, пойдёмте. Хотим что-нибудь взять. На перекус, если что, подкрепиться. Зарядиться энергией. Поморозиться. Здесь такое небольшое кафе есть. Мы сюда заглянули. Там прошли. В принципе, только одно, при рукава внимания. А так вообще, смотрите, здесь домашние типа салат есть. Но тут вот, 99 здесь, конечно, дороже, чем если в магазине брать. Зарядки отручиться, да? Зарядки отручиться. Где? А, какие-то сосисочки. Сейчас, сюда ход до. Что-то мягко говоря. Да, 165. И гриль до . 185. Куда-то там. Интересно. В общем, да, цены здесь высокомат определённо, вот. посмотреть снизу 209 учет с ума сошли азов говядина это особенно тысячного на 8 гаде не пройдем чуть дальше там можно то же самое дешевле тяну догму сандвича не будет вот таких вот тоже по 135 дороговато идеальная пара что то есть так мальчике в руках короче на убирает рог забрать я стараюсь аккуратно рисунки пойдет и все равно карты пожалуйста я и так держу это камеру так чтобы ничего не упало здесь вот смотрите типа цена по карте не сделайте крем-кокос статанин классно очень низкий прикольный вот такие зверушки еще не видела гель фитона натура сибири по скидке прикольно а куда рома-то убежал сетки а я еще кое-что купил но это вам попозже покрою за фирши спасение 490 что-то тут смотришь но нам сейчас это не надо давай мы смотреть будем все-таки то что нам с собой надо это вот туда в конец там у них пекаренка такая как бы своя местная вот вот вон вон они же булочки начинаются этом вон умер огромный вот чего я сюда нет посмотрите например улитка с изюмом 34 рубля и вот такая вот это очень выгодные вкусы тут разумеет 69 такой рулет или хлеб как улитки по 49 но в кафе они стоят также такие вот все же такие же улитки красанты 3090 вы симпатичны с клубничной начинкой меня так ну что присмотрел сюда не смотри какие классные печенье кто-то положил то естественно это чем для вас с любовью а кто где взял неизвестно а вот они вот смотри какой-то 3080 рубля печенье фантазии такая джор зефир а даже меренги печенье цены видим не соответствует а сколько такой пирожок пирожок пицца домашний вот она что нет это другое очень есть что выбрать у меня